Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусный шоколадный торт с кремом тирамису и ирландским сливочным ликером. Торт несложный в приготовлении, невероятно нежный и будет отлично смотреться на любом праздничном столе. Итак, начинаем готовить коржи. Смешиваем сгущенное молоко и яйца. Взбиваем миксером до однородности, затем добавляем сухие ингредиенты. Муку, какао-порошок и разрыхлитель. Теперь смешиваем все ингредиенты. В итоге должно получиться тесто вот такой густоты. Выпекать коржи буду на силиконовом коврике, заранее прочертила круг диаметром 20 см, чтобы по нему ориентироваться. Также для выпечки можете использовать обычный пергамент. Берем тесто, примерно 1 столовую ложку с горкой и размазываем его по кругу. Старайтесь не делать очень тонкие края, иначе они будут первыми гореть при выпечке. Заготовку ставим в духовку, разогретую до 180 градусов и выпекаем примерно 5 минут. Готовность шоколадных коржей сложно определить по цвету, поэтому открываем духовку и слегка надавливаем пальцем на корж. Если вмятинка от пальца сразу же выпрямляется, значит корж готов. После выпечки я дополнительно немного подрезаю коржи, для того, чтобы все они были одинакового размера. Но этот шаг не обязательный, его можете пропустить. Из этого количества теста получится примерно 7-8 вот таких коржей. Теперь готовим крем тирамисо, разделяем яйца на белки и желтки. Здесь будем использовать только желтки. В чашу ставим на водяную баню, добавляем сюда яичные желтки и сахар. Вода не должна докасаться дна чаши и очень сильно кипеть. Взбиваем массу на водяной бане, пока сахар полностью не растворится. Затем снимаем с огня и продолжаем взбивать еще около 5 минут, пока масса не посветлеет и не увеличится в объеме. Затем слегка взбиваем сыр маскарпоне. Если он прямо из холодильника, тогда лучше его поставить в микроволновку и прогреть секунд 20. Далее яичную массу переливаю к сыру. Также в крем добавляю сливочный ликер Бейлис. Он придаст торту неповторимый вкус и аромат. Смешиваем все миксером, затем взбиваем холодные сливки жирностью от 30% до плотных пиков. Теперь взбитые сливки смешиваем с сырно-яичной массой. Крем будет умеренно сладкий, но учитывайте, что у нас сладкие коржи. Поэтому в итоге торт получится очень сбалансированный. Если любите десерты послаще, то можно добавить сахарной пудры. Приступаем к сборке торта. Каждый корж я пропитываю кофе смешанным с ликером Бейлис. Сверху отсаживаем крем, присыпаем несладким какао-порошком и таким образом собираем весь торт. Чтобы увидеть больше вкусных и красивых десертов, можете заглянуть в инстаграм аккаунт Бейлис. Ссылка будет в описании под видео. Чтобы торт получился ровным, в конце его лучше затянуть кольцом. Верхний корж также пропитываем. Сверху накрываем пленкой, чтобы торт не подсыхал и убираем в холодильник на ночь. Для декора взбиваем холодные жирные сливки с сахарной пудрой до плотных пиков. Достаем торт из холодильника, убираем пленку и кольцо. Взбитые сливки я переложила в кондитерский мешок с вот такой насадкой. Номер 127. Насадку держим широкой частью к торту, тогда получатся вот такие рюши. Остатками крема выравниваю облака. Перед подачей сверху посыпаем какао-порошком. Если посыпать заранее, то какао-порошок может промокнуть. Торт получается настолько нежным, что буквально тает во рту. Очень пропитанный, ароматный, в меру сладкий и обязательно понравится вашим гостям. Всем большое спасибо за просмотр и приятного аппетита!